Согласитесь с тем, что с каждым годом игроков пугать становится все труднее. Уже давным-давно прошли те времена, когда человек мог сидеть и вздрагивать от самого малейшего шороха в игре. А потом еще долго вспоминать и думать, боясь, что вот-вот произойдет что-то подобное, но уже в реальности. И пусть эти наивные времена давно уже ушли на пенсию, мастера своего дела все так же продолжают выпускать крутые и до усерачки пугающие хорроры. За последние лет 10 вышли настоящие шедевры в жанре хоррор, по которым я уверен, в скором времени снимут не менее пугающие фильмы и выпустят множество сиквелов. Каждый раз авторы игр находят способ напугать игроков до такого ужаса, когда невозможно забыть тот страх, который испытываешь во время прохождения. Очень модно сейчас стало отбирать у игроков крутые пушки и оставлять с какой-нибудь камерой, после чего заставлять идти в самые мрачные и темные места. И пришло время выделить из всех игр самые страшные хорроры, в которых нужно поиграть в первую очередь, в которых можно не просто обосраться, а еще и засать, засрать всю свою комнату. Всем привет, с вами вновь крупный игровой портал Game Awards и сегодня мы представляем вашему вниманию топ 10 самых лучших хорроров. Слендер Слендер Это крайне необычный инди-хоррор, который был основан на слишком воображаемом фольклоре парочке интернет-пользователей. Причем главная паскуда этой игры выглядит крайне необычно. Слендер не имеет лица, постоянно носит похоронный костюмчик, а своими длиннющими руками он любит лабать маленьких детишек. Игрокам же предстоит играть некой полицейской девушкой по имени Кейт, которая должна расследовать дело по исчезновению детишек. Но по ходу прохождения игры оказывается, что Кейт не самый удачный коп, потому что на дело взяла лишь какой-то сраный фонарик вместо волыны, с которым не страшно было бы бродить по мрачному лесу. Именно поэтому, не имея пушки, игрокам предстоит лишь убегать и прятаться. Вы когда-нибудь хотели поиграть в жопораздирающий хоррор, который бы поддерживал очки виртуальной реальности? Ну что ж, у вас есть прекрасная возможность в игре Монструм. Представьте себе ночь, огромное грузовое судно, плюс прибавьте к этому пропавший экипаж, мутные обрывки воспоминаний и кучу разнообразных чудищ, которые своим внезапным появлением и внешним видом заставляют построить кирпичичный дом из дерьма, который будет вываливаться само по себе. В этой игре у вас будут лишь быстрые ноги, морская смекалка и куча разнообразных кают, внешний вид которых пугает порой сильнее, чем сами чудовища. И даже несмотря на то, что игра является инди-хоррором, она не оказалась полным шлаком. Так что вы не только не пожалеете о потраченных деньгах, но еще и получите кучу незабываемых моментов, потому что сосед по каюте не даст вам покоя. Наверняка каждый в детстве прятался под одеяло, потому что подозревал, что твари-игрушки, которые вчера прикупила мамка, сейчас бродят по дому и пытаются кого-нибудь завалить. А теперь представьте, что есть целая серия игр, где вас каждый раз пытаются завалить злобные игрушки, которых вы в детстве не брали к себе в кровать спать. Игра способна встряхнуть любого игрока. Даже некоторые высокобюджетные игры не способны стоять рядом с серией игрушек-убийц. Конечно, игра имеет кучу недостатков, но поиграть ради страшных скримеров в эту игру стоит. И даже стоит не из-за того, что тут вы сможете побороться с озлобленными игрушками, а просто из-за того, что до этого ничего подобного не было. Если вы ценитель настоящих хорроров, тогда вы просто обязаны пройти все части пенобры. Потому что то, что приготовили игрокам авторы, не только пугает, но и, наверное, заинтересует. Игрокам предстоит играть за некого Филиппа, который решил отыскать своего папашку. Причем не в каком-то там доме для престарелых, не у молоденькой любовницы, и даже не в баре, а в гребанной заброшенной шахте, где-то на просторах Гренландии. Спускаясь в эту шахту, ломается лестница. С этого момента и начинается вся жара, которая не раз еще в будущем пощекочет ваше очко. Но предупреждаю о том, что проходить пенобру стоит лишь тем игрокам, которые любят затяжные истории. Амнезию разрабатывали те же авторы, что и пенобру. Так что рекомендую перед началом игры сесть поудобнее, взять стаканчик водички и подставить горшок какой-нибудь. Играть предстоит за некого Даниэля, который просыпается в каком-то неизвестном и пустом замке. Даниэль не помнит ничего, как он оказался в этом месте, что с ним произошло и даже что это за место. Но единственное, что он знает совершенно точно, за ним охотятся какие-то непонятные твари. Поэтому нужно скорее тащить свой зад подальше от этого места. Очень страшная атмосфера неизвестности. Страха и полное ощущение того, что вы беззащитны. Заставляет играющего постоянно быть в напряжении и постоянно бежать от любого шороха, стука и голоса. Признаться вам честно, играть в Cry of Fear не просто страшно. Играть ссыкотно, причем ссыкотно все больше по мере того, как вы дальше двигаетесь по сюжетной линии. Игра строилась на основе Half-Life в качестве глобального мода. Но не думайте, что вы сможете найти какие-то детали Half-Life. Тут их нет. Над разработкой этой просто пи*** какой страшной игры трудились целых 4 года. Всякие там заумные психологи могут выделить множество факторов страха. Писать целые книги. А я могу выделить просто 2 детали, которым игра вас будет пугать каждую минуту настолько, что ваши волосы на ногах и руках будут вставать дыбом. А сердце биться словно стреляет установка тополь. Первая деталь классические скримеры. Вторая деталь монстры. Эта вся хрень тут буквально на каждом шагу. Если вы имеете хоть какое-то представление о ранее сказанном, тогда понимаете о чем я. В общем, если вы хотите построить дом из кирпичей себе, своим родственникам и даже друзьям, тогда эта игра поможет вам в этом. Кого-нибудь пугают все те придурки, которые обитают в психиатрической лечебнице? Ну, те, которые общаются с бесами, духами, своими прабабками, ловят сказочные пони и те, которые хотят п***ть лавочку. Так вот, в этой игре вас отправляют в место, которое сто раз хуже того, что вы могли бы себе представить. И б***ть не в один, не в два раза хуже, а именно в сто. О! Степень расчлененки, всяких аморальных сцен и насилия в игре просто зашкаливает. Я никогда не мог подумать, что такое могут представить в какой-нибудь игре. Что самое интересное, вы играете за журналиста. И, наверное, вам кажется, что он ссыкун? А знаете, у этого парня яйца покрепче, чем у Валуева. Потому что мало того, что он отправился в рассадник самых настоящих психов и бичей, так он еще это все решил снять на камеру. И, кстати, ключевая особенность игры – камера. С ней вы будете бродить на протяжении всей игры. Она вам позволит не только заснять все происходящее в этой заднице, но и увидеть, как на вас бежит огромный качок с членом негра. Причем не забывайте, что у этой игры есть еще не менее страшное дополнение, которое вас вновь заставит конкретно обосраться. Интересно, каково оказаться на самом дне океана с потерянной связью, с молчаливым радио, причем еще и в подводном научно-исследовательском комплексе? До этой хрени, что произошла на станции, тут проводились эксперименты по внедрению сознания в машины. Что именно случилось и с чем предстоит столкнуться, вы сможете выяснить по мере прохождения игры. Я же могу вам сказать, что сюжет рассчитан не на тупых игроков. Авторы решили замутить такой сюжет, в котором вы задумаетесь о смысле жизни и бытия. Так что, если вы думаете, якобы все будет как в Слендере, тогда вы ошибаетесь. Хотя оружие все так же у вас не будет. Поэтому крепитесь, братцы. Игра Angel Dawn привлекает внимание тем, что показывает совсем нестандартную картинку в жанре хоррор. Играть перестоит за тупых американских подростков. Ну, как в каком-нибудь тупом американском ужастике. И что самое интересное, жизнь героев, которые будут представлены, зависит лишь от вас. Не понравилась блондинка? Да ну ее нахуй, пусть сожрет ее собака. Не понравился какой-нибудь парень? Да ну его нахуй, пусть его убьет маньячина. Игра имеет хорошую атмосферу, графика приятная, а сюжет типичен для простого американского триллера. Если вы любитель интерактивного кинца, тогда эта игра для вас. Если вы тот самый любитель хорроров, который уже успел поиграть во все ранее озвученные игры и неплохо пощекотал себе нервы, тогда Layers of Fear то, что вам нужно. В ней вы наконец-то получите возможность вглянуть на мир глазами художника. Причем долбанутого на всю свою башку. Вам предстоит отправиться в его дом, который полон не только разнообразных ужасов, но и картин, которые постоянно, мать твою, следят за вами. Игра не просто визуально красивая, она еще и очень жуткая. Единственное, что вас сможет огорчить, длина. Игра оказалась достаточно короткой. Но если верить разработчикам, вскоре последует продолжение. Страшные моменты в игре оформлены просто на высшем уровне. Поэтому маловероятно, что вы не будете бояться того, что будет происходить в больной фантазии художника, который имеет немало тайн. Единственное, что еще можно добавить к этой великолепной игре, она страшно красивая. И вот наш выпуск уже подошел к концу. Так что желаем вам приятного прохождения и побольше терпения. С вами был крупный игровой портал Game Awards. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и оставляйте свои комментарии. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok